добрый день как обещала хочу снять обзорное видео по нашим гортензиям от агрофирмы поиск значит поставила те сорта которые у нас сейчас в наличии и в продаже цены в основном все стандартные упаковки по 450 рублей некоторые сорта новинки естественно дороже например skyfall 750 полстар кажется 500 с чем-то зато гортензия прим вайт 335 кажется вот это вот серия северный сад она немножко подешевле чем обычные гортензии в обычной упаковке так теперь покажу как выглядят наши саженцы и примерно картинка расскажу про каждый сорт значит смотрите гортензия polar bear вот могу вам сказать что вот данный саженец если вам удастся такой купить считается просто необыкновенно классным качественным стволы очень толстые он уже естественно будет свести в год посадки вот то есть вот это можно назвать можно даже сказать эталоном так сейчас сама гортензия polar bear шикарная гортензия отличный сорт у нас сейчас цена после подорожания 450 рублей но можно сказать что это одна из недорогих гортензий значит polar bear имеет огромные гигантские соцветия сам куст довольно таки высокий в районе полутора метров но я так думаю что даже может до двух дорастать если ему все понравится соцветия очень плотные так как у него в родителях имеется лаймлайт мой любимый и гранди флора гранди флора заваливается вот как раз от лаймлайта он взял хорошие крепкие стволы ну пока малыш конечно же он может пока он будет маленький скорее всего он тоже может немножко падать но это свойственно всем гортензиям пока они нарастают обычно два-три года конечно придется набраться терпение так magic онлайн так magic онлайн тоже очень хороший саженец видите какие крепкие два ствола онлайн очень красивая гортензия так сейчас вам покажу значит у нее очень плотные шикарные вот такие вот соцветия и очень крупные цветет она у нас как всегда вторая половина лета сорт довольно таки зимостойкий очень любит влагу вот magic онлайн она у меня в рабочем саду растет я вам так скажу без полива либо на солнце соцветия будут коричневеть поэтому ей особо внимание по влаге вот другие сорта тот же пол арбир там и прочее тот желаем light они в таком не замечены а вот magic онлайн очень любит полив поэтому если у вас этого нет то либо организуйте либо что-то другое так сорт magical fire вот у нас саженец так саженец тоже неплохой это стандарт скажем так это стандарт и одна палочка тоже нормально если нет выбора вам хочется именно этот сорт можно брать и с одной палочкой самое главное это хорошие крепкие стволы здесь очень много почек очень много из каждой пойдет свежий побег так magical fire он у нас считается средний сорт по высоте около полутора метров очень рано краснеет практически сразу вот немножко имеет фертильные цветочки но скажем так не более 20 процентов со всего соцветия сорт ценен именно почти сразу краснеющими цветками сорт бобо бобо очень хорошая гортензия прям вот классная на фотографии немножко она немножко не такая не соответствует бобошка у нас карликовый сорт очень хорошие саженец вот для карликов такой размер это вообще-то ну гигантский можно сказать то есть хороший саженец корневая супер бобо у нас малышка до метра растет во время цветения даже листьев не видно то есть настолько это белоснежное облако и она почти сразу розовеет тоже очень высокая зимостойкая вот эти написано до минус 34 но обычно это под снегом поэтому и награждена медаль но не зря в общем бобо из карликовых очень хороший сорт и можно на него обратить внимание у кого нет фрайсмелба фрайсмелба красавица моя любимая у меня она растет вот действительно сорт прям вот в точности то есть она раскрывается беленькая потом тоже начинает превращаться в малинку высота 2 метра очень хорошие можно сказать крепкие стволы но пока малышка конечно немножко под тяжестью может развалиться но это я уже говорила это все так могут вот саженец очень хороший фрайсмелбу рекомендую для посадки вообще в регионе россии где угодно на солнышке в полутени вот совсем прям в полной тени прям вообще чтоб там солнце никогда не было конечно нежелательно вот а все остальное без разницы единственный момент единственный момент фрайсмелба зацветает чуть чуть позже поэтому все-таки в регионах где лето заканчивается быстро например в августе уже все лето кончилось вот в этих регионах фрайсмелба только на солнышко сажаем так шикоку флэш это у нас такая гортензия интересная необычная с таким листом в целом она обычная но хороша на тем что у нее вот такой вот волшебный лист и необыкновенные соцветия вот кстати между прочим остатки листиков остатки листиков сохранились представляете он почечки все видно саженец очень хороший для коллекционеров для тех кто хочет какую-то изюминку в своем саду вот шикоку флэш прямо красота лайм лайк вот несмотря на то что она одна из недорогих это гортензия просто сказочно она моя любимица она у меня естественно растет я ее сажаю везде во все сады я рекомендую из нее живую изгородь у кого есть такая возможность это просто будет сказка бомбы там я не знаю как угодно назовите саженцы вы посмотрите какие саженцы лайм лайта красивущие прелесть моя любимица 2 метра дает легко может перерастать больше двух метров соцветия она пахнет она ароматная соцветия сначала лаймовым потом немножко сливочно-белое потом почти сразу начинает розовеет то есть то что например там многие считают что если она называется лайм лайк то она не будет розовый ничего подобного она розовеет а концу осени если хорошая погода она вообще насыщена к такого красивого розово-розового цвета соцветия огромные выдерживает дождь ну в общем у нее вообще нет минусов сажать можно где угодно куда угодно по всей россии короче вот это гортензия обожаю мега минди этот сорт у нас не часто бывает у нее вот такие вот огромные соцветия сами по себе соцветия еще и лепестки огромные она тоже краснеет саженец вот такой вот красивый хороший видно уже постояли у меня видно что уже почки начинают нахлевываться хотя на балкончике то так я вам скажу не очень так вот смотрите теперь такой сорт прим вайт она у нас вообще-то самая дешевая но это не значит она самая плохая я бы даже сказал наоборот она интересная у неё во первых саженцы вы смотрите какие саженцы но саженцы просто шикарная честно вам скажу для карлика нереально она за счет того что у нее много фертильных она карликовая до метровая получается такое облачко воздушное красиво она почти сразу розовеет и при этом она ароматная конечно это передний план ее можно выращивать за счет высокой зимостойкости в кашпо например на крыльце или патиозоны или около беседки там веранды бани и так далее в общем те у кого нет этого сорта вот я бы рекомендовала потому что она интересная в отличие вот там некоторые вот к юшу там юник и прочие сорта вот где много фертильных они нам надоели некрасивые вы знаете вот все вот эти новинки ну которые новинки вышли все почти одинаковые но почти вроде как отличаются только временем цветения там размером цветка и размером куста а вот такие гортензии ну в принципе почему нет если есть место в саду то я бы посоветовал обсе так вот показываю новинку литов раз литов раз появилась у нас в прошлом году впервые вот я вам скажу все skyfall skyfall вот кстати я вам честно скажу когда я увидела в живую литл фрайс я просто выпала в осадок поверьте мне я разбираюсь в гортензиях я видела практически все сорта в живую вот красивее литл фрайс я не видела вообще ни одной гортензии именно по красоте соцветий они огромные они какие-то волшебные все такие набивные все такие как будто бы знаете как вот собранные в такой гофре какой-то тоже почти розовеет но не становится конечно малиновыми как вот допустим фрайс мел бы там или еще какой то нет но поверьте она от этого ничуть не проигрывает никаким там другим красным даже даже лидия вот честно вам скажу даже всем известной лидия но по красоте может вполне литл фрайс с ней потягаться поэтому вот сейчас покажу саженец вот саженец для карлика для карлика очень даже ведь какие стволы хорошие почки уже так что литл фрайс очень даже вот прям рекомендую передний план только передний план ничего рядом из-за других гортензий чтобы не перебивала ее красоту какие-то возможно голубые можжевельники что-то почвопокровная там какие-то хост и может быть там я не знаю что угодно именно как подбивка вот ее необыкновенной королевской красоте так skyfall новиночка но она уже не новиночка и она уже у всех почти skyfall и получила сегодня они конечно потрясающим честно сказать я прям я прям сама в шоке вы посмотрите какой саж какие саженцы это вообще не саженцы это лошади я не представляю что будет когда они зацветут вот skyfall и взяла сколько смогла разместить у себя и насколько денег хватило если по-честному поэтому если кому-то надо то берите и не думайте skyfall единственное то о чем не говорят другие продавцы я вам скажу skyfall не всегда показывает свои вот эти вертолетики даже на одном кусту одно соцветие будет skyfall овская а другой будет просто обычное набивной и так что имейте ввиду товарищи вот вас целом остальном skyfall конечно потрясающая куст компактность 120 не не слишком широкий зимостойки все не все как обычно у нее но вот то о чем многие не говорят я вам скажу то что не надо потом кричать что вот я посадила у меня первый год выросла какая-то обычная или наоборот там первый цветок похож на skyfall а остальные не похожи в общем у нее так вот вот к под настроение но при том при всем гортензия которую не перепутаешь вот если у вас цветок вышел такой какой положено до skyfall овский она конечно очень красиво вот эти и вертолетики все такое ну прелесть так винсред старый сорт цветки содержит немножко фертильных тоже рано краснеющие все фертильные кстати смотрите да саженцы очень хорошие даже то что такая рогатка все равно это очень классно толстым и почки видны она не очень высокая если будете делать ей хорошую обрезку то сами лепесточки будут очень крупного размера это выглядит очень круто соцветия полукруглые почти сразу краснеет но вот ее в тень вообще все красные да вот мы джекал fire мега минди все что краснеющие ну не рекомендовано в тень сажать лучше конечно или солнышко или полутень литл лайм литл лайм это такая же прелесть как и лаймлайт это большой а это его детеныш вот они такие же шикарные соцветия тоже почти сразу розовеет медалькой награжден короче вот мои рекомендации посмотрите какой саженец очень 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 хорош для карлика повторяю это не забывайте что литл лайм метр то есть саженец который размером с коробку до почти 30 сантиметров 25 очень хороший размер полстар гортензия новиночка значит ее можно выращивать в кашпо и передние какой-то передний план зона пати она необычная вот я ее видела в живую во первых ее преимущество кстати забыл сказать про прим вайт вы знаете прим вайт это очень мало гортензий которые зацветают в июне вот прим вайт у нас июньская и полстар у нас июньская то есть она уже в июне на бутонах это ну скажем так очень большой плюс потому что мы все ждем конец лета когда у нас наконец-то гортензий распустится так что полстар оригинальный сорт розовеет потом превращается в малинку содержит как фертильные так и стерильные аромат не помню тут наверное ничего не написано вот ну в общем сорт для коллекционеров или для тех кто знает куда посадить потому что если вы посадите ее в цветников кашу она потеряется и вы расстроитесь что вот какая некрасивая на самом деле и просто нужно ей нужно подобрать место ну и естественно ванилька хит всех сезонов саженцы сейчас вот эти вот саженцы очень хорошая попала на хорошую партию и набрала сразу нашу ванильку берут всегда каждый год ванил фрайс конечно красавица все но она первые года естественно валится поэтому об этом люди должны знать что это гортензия будет лежать фонтанчиком выращиваем ее на штамбике как вырастить на штамбе это отдельная тема потом как-нибудь сделаю видео значит минусов у нее нет любит солнышко поле все как обычно ну вот маленький минус это только за то что первые два-три года ее соцветия шикарные будут валяться у вас на земельке поэтому лучше сразу формировать так как нужно либо организовать ей подвеску в общем это пока что на данный момент все еще у нас много гортензии шикарных и новинок много шикарных в общем в целом вот я вам показала как выглядит классические наши саженцы сорта рассказала про цены вообще вот у кого нет гортензии я вам так скажу можно не выращивать в саду ничего посадить только гортензии или сделать из них бордюры например да или рассадить их там по саду где-то куда-то чего-то пусть у вас будет только газон и среди газона будут расти вот эти вот великолепные красивущие растения и в принципе ничего больше не надо но можно хвойный хвойный к ним конечно гортензия хвойный это классика вот на этом прощаюсь